Яркая премьера в Царском селе и творческая группа артистов театра и кино, многократных лауреатов Всероссийских международных премий Санкт-Петербурга, со своим новым спектаклем решает поехать по стране. Первым гастрольным местом был выбран музей-заповедник Горки Ленинские. И не случайно. Это гнездо революции, как ничто другое символизирует смысл постановки, в которой рассказывается о жизни и смерти царя Николая II. Здесь самое главное – это факты, это обращение именно к тем событиям, которые происходили, без какой-либо личностной, возможно, оценки. Но об этих фактах нужно, безусловно, говорить, их нужно подавать. И такая форма подачи, как спектакль, драматический, претерпевший до конца его название, возможно, он понравится нашей аудитории, которая любит драматическое музыкальное искусство, которая интересуется историей. Жительница Ленинского района Валентина Луценко спектакли в Горках старается не пропускать. О доме Романовых она, конечно, знает многое. Но на эту постановку пришла в надежде узнать что-то новое. Очень рады, когда хорошие спектакли, поэтому всегда с удовольствием ходят. А это почему вас заинтересовало? Почему он такой исторический? Конечно, про царскую семью все знают. И, я думаю, покажут именно так захватывающее, что, может быть, что-то даже новое узнаем. Подать исторические факты творческий коллектив из северной столицы попытался в современной форме. Двухчасовое непрерывное действие, во время которого публику просят не аплодировать. Музыкальная драма, где задействованы два тенора – бас-баритон, бас и женский драматический голос. Пять человек без каких-либо декораций, только лишь монитор за спинами актеров, смогли передать целую эпоху. Это знаменитая царская семья. Вот хотела дочку среднюю познакомить с чудесным миром той эпохи. Ну и, конечно, трагичность ситуации, что так произошло, к сожалению, что такая могучая, великая страна, которая была при том, когда были наши цари, к сожалению, все растаяло. Это очень печально и страшно одновременно. В этом году ровно сто лет с момента революции. По замыслу режиссера спектакля Ольги Маликовой, самое время, чтобы вспомнить о событиях, которые стали роковыми для истории нашей страны. Падение дома Романовых, расстрел царской семьи. Но в своей постановке Ольга попыталась показать Николая II не как политическую фигуру, а как человека, который жил, любил, рассказать о его взаимоотношениях с женой и детьми. Сейчас тоже непростые времена. И вот в эти самые непростые времена мы должны возвращаться к своим истокам, к культуре, к истории, чтить свою культуру и историю, какой бы она ни была, какие бы события в ней ни происходили. А также мы вызываем эмоциональный пласт, это человечность, это добролюбие, миролюбие при любых ситуациях, какие возникают у нас вот извне. Два часа на одном дыхании. Можно было увидеть слезы на глазах зрителей, среди которых сидели специально приглашенные вдовы погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. В память о жертвах трагедии артисты исполнили композицию группы Любе русским героям посвящается. Юлия Погосян, Данил Свидетский, Анастасия Нархонова, Видное ТВ. Юлия Погосян.